В Киеве задержали трёх подозреваемых в убийстве монахини Фроловского монастыря. Напомним, 64-летнюю Алифтину в конце июля жестоко убили в собственной квартире. Экспертиза остановила, над женщиной перед смертью издевались, душили, били и допрашивали. Милиции говорят, злоумышленники искали деньги, впрочем, методы не оправдали ожидания. Женщина ничего не сказала, а денег нападавшие так и не нашли. Преступникам стало известно, что у пострадавшие средства в сумме 7 тысяч долларов. В то время, когда семьи не было, они зашли в квартиру и ждали её в течение определённого периода. Преступников было двое. Сейчас милиция установила заказчика, установила тех преступников, которые совершили преступление. Вот этот задержанный – один из подозреваемых. 20-летний парень по версии правоохранителей – один из исполнителей преступления. Впрочем, задержанный ни в чём не признаётся. Говорит, не убивал, а только был свидетелем преступления. Я ехал, зашёл в квартиру, а там уже сто. Где ваши друзья? 11-й, кто меня, я первый где-то уехал. Они убивали? Нет, убивал тот, кто уехал. Сейчас все трое задержаны. Содеянном сознались. Против них открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Все желающие обогатиться средствами монахини таким жестоким способом могут сесть за решётку на 15 лет. Обидно то, что подозреваемые шли на преступление сознательно, ради лёгкой наживы. И даже во время пыток и криков жертвы не остановились и жестоко убили старушку.